А у нас с Алией возникает такой вопрос. Вы когда ему смотрели в глаза диким кошкам? Ну вот не тем, которые находятся в зоопарке, либо в цирке, а вот именно на боли. У них совсем другой взгляд, они чувствуют себя свободными и абсолютно независимыми. И поэтому нам бы хотелось затронуть эту тему. Да, мы с Турсутаном, к сожалению, такого не проделывали. А что касается Татьяны Роуссен, биолога из Эрбека, Кубаначбекова, эколога, то у них такая возможность была и совсем недавно. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем дальше. Самый главный вопрос, это, конечно же, барсы. Вы заботитесь о них, чтобы... Их популяция росла. Да, их популяция росла и боретесь с такой проблемой, как браконьерство. Правильно? Как хорошо и каковы успехи в этом деле? Главный вопрос. Начинайте. Начинайте, Эрбек. Мы, согласно программе «Снежного барса», два года назад начали работу. И в прошлом году впервые поймали «Снежного барса», одели спутниковый ошейник. В данное время следим, работаем, изучаем биологию «Снежного барса». Но при этом в других регионах мы как раз ведем работу против браконьерства и приглашаем местных жителей, чтобы совместно мы охраняли этих животных. Если барс будет в горах, значит, его корм, это, соответственно, козероги и архары тоже будут и другие животные. И, слава богу, сейчас есть хорошие результаты. Надеемся, что в дальнейшем будет расти только популяция «Снежного барса». Но это идет медленно, несмотря на то, что у нас большие штрафы и другие по закону. Но, несмотря на это, вы встречаетесь иногда, люди проконервничают, иногда хочется, чтобы продать эту шкуру. То есть, несмотря на штрафы? Да, ну, люди разные, хотя... Ну, смотрите, 22 и 23 октября 2013 года по инициативе нашего президента Амазбека Шершеновича организовали акцию, называется «Сохраним снежного барса». И участвовали такие страны, как Китай, Афганистан, Бутан, Королевство Бутана. Огромное количество стран. И вот есть сейчас уже новые акции, правильно? Чем отличается эта новая акция от предыдущей акции? Раньше многих людей, многих стран, они занимались по сохранению снежного барса. И тоже, потому что очень тяжело изучать снежного барса, а малых информаций дань не есть. И благодаря президенту Киргизской республики, 12 страны встретились в Киргизии, в Бишкеке, три года назад. И говорили по этому, как можно больше, лучше работу сделать, как можно данные доступить, чтобы точно узнавали, сколько барса есть. И какой угрозы есть у барса, и как все страны могут сделать, чтобы этих угроз не будет. То есть основные вопросы. Да, да. И один из проблем с браконьерством, что люди, почти есть люди, которые любят стрелять в барса, и потом продавают шкуру барса другим странам. И тоже большой проблем с этим, что есть сильное браконьерство на Казьерога и Архара, это главное питание снежного барса. Если питания для барса нет, то это очень плохо будет для популяции барса. То есть здесь взаимосвязанная цепочка, начиная от непосредственно самих архаров и голодных козлов, зависит популяция барса. Конечно, да. И поэтому очень важно работать с местными населениями, потому что у разных стран и в Киргизии тоже была большая традиция охоты. И есть людей, которые постоянно охотятся на Архара и на Казьерога. И для нас очень важно сейчас с ним работать, чтобы они узнавали, что если они будут охотиться на Казьерога и Архара, наконец ничего не будет останется для них, и ничего не будет останется для барса. Ну и, конечно же, ничего не останется для наших потомков, что будет действительно страшно терять разновидности животных. А мне вот интересно, Татьяна, как давно вы у нас в стране? Я уже 5 лет, как работаю в Центральной Азии, Таджикистане и уже 2 года, как в Киргизской Республике. И я очень люблю вашу страну. Очень приятно. Вот смотрите, Татьяна из Заирбек. С помощью ваших усилий вообще впервые надели ошейник на барса. Это было, по-моему, в прошлом году в заповеднике Старый Чап. Правильно? Вот сейчас сколько уже барсов находится под контролем? Под наблюдением? Да. Сейчас есть 2 барса у Киргизской Республики, у Старый Чап, Тарташ, Апаксу Ю и Акшула. И 2 самки. И мы через ошейника и данные, которые получаются через спутника, мы точно сейчас знаем, где они ходят. И потом у нас возможно съесть, тоже посмотрят, что они кушают. И очень интересно, как когда мы ошейник на Апаксу Ю поставили, у Апаксу Ю были маленькие котёнки. И интересно, как когда у барса, у которых котёнки есть, там у барса очень сильно нужно охотиться. И мы видели, как каждые 5 дней, мы видели, как она охотила на козерога. Каждые 3 дня ради того, чтобы накормить своих детёнышей. Зайбек, а мне вот интересно, имя Апаксу Ю, правильно ли назвали барса? Почему именно такое имя? Имя Апаксу Ю поставили, то есть назвали в честь песни Юлии Рудской, песня Апаксу Ю. Эта песня очень нравится нашей команде. И постоянно мы слышали, думали, если это будет самка, поставим Апаксу Ю. Если будет самец, тогда придумаем другое. И так получилось, что это была самка. Тем более, это очень интересно было в день. То есть почти на мой день рождения поймали снежного барса. Такой праздник для вас? Да, праздник двойной был тогда. Мы впервые в Кыргызстане. То есть в Кыргызстане поймали отдельный ошейник. Всё, со здоровьем всё было хорошо. Это самое главное для нас, потому что после того, если что-то случится, то, что это уже другие последствия, поэтому мы очень переживали, что будет хорошо себя чувствовать и постоянно следили. Ну, смотрите, мы определились с тем, кто угрожает снежному барсу. Снежный барс входит в Красную книгу, занесён в Красную книгу. И вот здесь появляется вопрос, теперь что? Было кто, а теперь что угрожает снежному барсу? Может быть, есть какие-то... Да, какие-то факторы, может быть. Да, какие-то факторы, может быть. Что угрожает то, что, например, питания нет для барса, как арха и козерог, тоже есть проблема, где если дикого питания нет для барса, потом барс будет охотиться на домашний скот. И если потом барс охотится на домашний скот, потом чабан, он будет убить барса. Злые чабаны? Да. Ну, по крайней мере, я ещё не слышал, что такое происходило, значит, такое было уже, да? Да, они, наверное, не так сильны здесь, в Киевской Республике, а очень сильны, например, в Таджикистане и Пакистане. Вообще, в идеале для одного барса сколько угодей? Сколько гектаров должно быть в земле, где он должен обитать? Например, около, мы посмотрели, как на 100 квадратных километров существует один барс, да. И сейчас тоже видели по данным наших прошенников, что роял одной самки барса, если качество архара и козерога хорошее, рояло меньше, например, около 60-70 квадратных километров. Но если питания там нету, потом роял совсем... Конечно, надо разбегаться. Вот смотрите, мы сейчас говорим о питании, правильно? Козерог и архар. Да. Вот одного козерога на сколько хватит? Вот одному барсу? Ну, просто интересно. Если барс только охотится без котенки, обычно он охотится один раз на козерога каждую неделю. На 7 дней, грубо говоря, хватает. Но опять же мы говорим о том, что и архары и козероги тоже страдают от действий человека, то есть это всевозможная охота, но опять же недостаток питания. Поэтому здесь нужно обратить внимание каждого жителя нашей страны, потому что мы хоть и не живем в высокогорье, там, где обитают барсы, но мы туда иногда отправляемся. Кто-то для прогулок, пикников, может быть, походы. И зачастую бывает, что люди оставляют за собой мусор. Бывает ли, что мусор вредит таким животным? Да, точно. То есть они могут и отравиться, могут и, я не знаю, из-за этого, то есть, естественно, ухудшается в целом экология нашей страны. Мне кажется, это вредит всему и всем, если так подумать. Вот смотрите, мы говорим о том, как бы вам объяснить, да, каждому жителю нашей страны, вот, самое начало этой акции, увеличилось ли количество людей, которые хотят вам помочь? То есть есть ли волонтеры? Да. Волонтеров есть, мы привлекали, то есть, привлекаем до сих пор студентов экологического факультета, показываем им, как ставить фото-ловушку, элементарно начать, против браконьеров, против диких животных. И самое интересное, сейчас местные жители, они уже заинтересованы. В Чоналайе мы в трех местах открыли общественное объединение, то есть, помогли им создать общественное объединение. Джаматы. Джаматы сейчас охраняют свою территорию, потому что зимой и летом все равно они находятся там. Иногда бывает, что у государства недостаточно денег и финансирования, чтобы нанять, то есть, открыть штат для других в егере, потому что там количество... Это нужно создавать специальные условия, и тут, естественно, лучше... Элементарно даже один егр, допустим, государственный егр может охранять там 300 тысяч гектаров, то есть, это физически не успеет, поэтому мы привлекли этих людей, привлекаем, и они сами заинтересованы сейчас. Уже два года мы как начали работать с ними, у нас очень хорошие результаты. Надеемся, осенью, после официального учета, еще раз сделаем большой репортаж, надеемся, и покажем людям, какие результаты, как было в начале, и после того, как мы работаем, уже сколько же... Ну и насчет репортажа мы надеемся вам помочь, надеемся, что наша помощь вам потребуется, и большое, на самом деле, спасибо организации Всемирной Пантера, и еще раз пожелаем, наверное, удачи. Да, я хочу напоследок сказать, Зайербек, у вас очень интересна футболка, на которой изображена, опять же, охота. Не актуально ли будет поменять охотника на вот фотографа, и теперь уже объявить, чтобы все отправлялись у нас на фотоохоту. Да, фото ловушки, вот это мне больше всего понравилось. Ну и напомним нашим телезрителям, что у нас в гостях была Татьяна Рассен, биолог, и Зайербек Кубанович Бейков, эколог. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.